доброго дамы господа обзор валютного рынка форекс метод опционного анализа перед вами валютная пара евро доллар давайте рассмотрим что у нас на текущий момент и так как мы видим евро доллар у нас добрался до верхней границы рынка как и ожидалось и до опционного уровня крупных игроков от которого мы наблюдаем четкое отбитие то есть за этим уровнем стоят хеджеры которые открывают свои позиции на фьючерсах именно на продажу то есть они опционом захотелись и открывать свои позиции на продажу рассчитывая на то что 9 октября рынок будет закрываться ниже этого уровня чем ниже он закроется тем больше они заработают и всего было хорошо если бы не дальнейшие ожидания роста которые у нас появлялись 30 сентября 1 октября и вот сегодня появился недельный опцион с экспирацией 7 октября который нам показывает что есть ожидания роста до уровня 18 627 если мы с вами взглянем на расстановку стоп ордеров по евро доллар то мы видим что на этих объемах как раз на 18 фигуре и пределами имеется большие скопления стоп ордеров то есть вероятно вот это стоп лосса тех товарищей которые вчера здесь продавали поэтому для дальнейшего похода вниз было бы интересно рассмотреть такую картину сейчас возможно некое падение вниз для сбора вот этих стоп лоссиков которые открывали покупочки и выставляли свои стоп лосса вот за этот экстремум вот в эту область собрать здесь ликвидность отправиться вверх собрать тут ликвидность и уже от новых опционных ожиданий с новыми заходами с новыми силами уже отправиться вниз это был бы идеальный расклад который можно представить на ближайшее время на эту неделю отсюда две торговые идеи первая торговая идея первый сценарий это падение цены до уровня 17 65 ну то есть примерно область 17 70 17 60 и вот здесь поиск покупок при возникновении ваших каких-то паттернов поиск покупок до области начиная с уровня 17 18 0 0 18 20 как он сочетается но там 18 62 может даже лучше пойти на есть ожидание то есть начиная с области где-то 18 35 и заканчивая 17 93 вот в этой зеленой области очень хорошие момент для поиска продаж так как здесь у нас зеленая область 95 процентной вероятности плюс кол ордера свежий колор дирас расчетами на дальнейшее падение поэтому здесь хорошие моменты для поиска продаж давайте с вами еще рассмотрим британский фунт остальные валютные пара австрал каната франки японская иена вы сможете найти в группе телеграм ссылочка в описании под этим видео участие в группе бесплатно ни к чему вас не обязывает в этой группе я периодически выкладываю какие-то интересные моменты по валютам и так британский фонд по нему особо ничего интересного нет верхняя граница далеко нижняя граница это уже далеко верхняя граница ушла вверх нижняя граница рынка ушла вниз тем самым открывая коридоры что для роста что для падения то есть идет неопределенность есть более узкие рамки это коридор с экспирацией 30 октября вот он находится на ценовых уровнях 1 33 29 и 24 0 9 это из свежих коридоров более старенькие так сказать коридоры и ближайшие к рынку это коридоры с экспирации 6 ноября цена 1 32 0 0 1 26 60 вот от этих самых уровней можно будет поискать продажи тут соответственно покупки и точно также вот этот ближайший после него барьер с экспирации 30 октября на продажу но и вот этот барьер чек 4 декабря 30 декабря это все вот это можно всю эту область можно смотреть на покупки но пока ждем прибытия цены на данный уровне можно смотреть из области какие-то интродейные покупки или продажи соответственно сверху им продавать снизу покупать пример вода китая интродейной покупочки, когда цена настигает области, зеленой области. Смотрим покупки, продажи в интродей. Ну, естественно, по каким-то вашим паттернам все это можно хозяйство отрабатывать. Все вот эти продажи, покупки. То есть, в принципе, все это хорошо работает для интродей. Вот эти зелененькие области для покупок, ну и для продаж. Теперь давайте рассмотрим австралийский доллар. По австралийцу по-прежнему пока что ничего интересного не происходит. Торгуются возле верхней границы рынка. То есть, он у нас уже в этом месяце был на верхней границе рынка, нарисовал разворотный паттерн и отправился вниз. Сейчас идет либо коррекция вверх, либо он решил сменить направление и отправится дальше вверх, так как у нас появился опцион с экспират с 8 января, ну а ценовым уровнем 0.77.65. То есть, в принципе, это могут быть либо как ожидания роста до этого уровня и здесь уже поиск продаж. Либо же это проданный опцион с расчетом на то, что цена до 8 января до этого уровня не доберется, ну либо будет закрываться и экспирироваться ниже этого уровня и тогда продавец данного опциона получит свою премию. Ну а больше по Австралу ничего нет. Остается только торговать из опционных областей 95% вероятности. Далее смотрим канадский доллар. Канадский доллар у нас дошел виден до уровня Max Payne. Это такая расчетная величина. Расчетный уровень, где было бы интересно маркетмейкерам опционов видеть цену на момент экспирации. Так как в этом случае они получают максимальную прибыль. Так как большинство опционов закрывается не в деньгах. И маркетмейкеры опционов, как их продавец, получают в этом случае большущую премию. Большущую выгоду. Ну что мы видим по расстановке. У нас припала верхняя граница рынка обратно вниз. Тем самым создав модель ограничения роста и некое давление на рынок. И видим по канадскому доллару у нас не так давно появился опционный уровень второго порядка возле нижней границы рынка. Поэтому есть ожидания говорят о том, что есть ожидания дальнейшего снижения к данному уровню. Ну и здесь вот в этой области можно будет поискать покупочки. Пока что по Канаде такие вот ожидания. Швейцарский франк. По нему сегодня произошли интересные изменения. Упала резко вниз верхняя граница рынка, нижняя граница рынка упала. Это с одной стороны говорит о том, что идет давление на рынок, с другой стороны о том, что открывает дорогу для дальнейшего падения. Плюсом ко всему появился вот такой коридорчик с экспирацией 30 октября снизу и сверху. Говорящий о том, что можно от этих уровней из этих областей 92.14 92.35 искать продажи. Ну а здесь до 30 октября искать покупки. ценовый уровень 90.68 90.39 такой вот опционный коридорчик. И осталось у нас японская иена. По ней особо ничего интересного нет. Вот был у нас подкладывали поджопничек из опционов с экспирацией 2 октября, от которых цена хорошо отрабатывалась. Сейчас пока ничего нет нового. Потом подложили опционы с экспирацией 6 ноября, но они пока что достаточно далеко, поэтому от этих уровней можно будет поискать покупочки. Вот этих уровней цена 104.39 104.06 На этом пока что все, больше тут ничего нет по японской иене. Также остается торговать только лишь из областей 95% вероятности на продажу и на покупку соответственно, так как больше пока что никакой информации по паре нет. А на этом все. Переходите в группу Телеграм, где я практически ежедневно выкладываю какие-то интересные моменты по одной из валютных пар, по которым появляются торговые идеи. Ссылочка в описании под этим видео. Всем успехов попутного тренда. Пока.